Всем привет, меня зовут Ярослав. Сегодня поговорим о такой весьма узкой тематике, как реал-тайм стриминг. То есть все мы живем в эпоху пост-флэша, мы от него отказались, но в принципе тематика этого доклада это одна из проблем, которую еще не до конца решили с того времени, как мы отказались от флэша. Пару слов обо мне. Прошло уже 6 лет, как я написал Howl World, и в принципе я сразу начал работать, получилось. И уже 6 месяцев, ну уже чуть больше, работаю в EPUM. Я работаю сейчас как фуллстек-разработчик. О чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня поговорим о том, как вообще происходит видео-стриминг. Поговорим о том, как девайсы работают с видео. Поговорим о той архитектуре, которую сегодня максимально-оптимально использовать. Ну и будет небольшая демонстрация этого решения и вопросы-ответы. Не входит в тематику этого доклада аудио-стрим. Работа с тэш-прайером по понятным причинам. О WebRTC будет сказано немного, потому что с первого момента кажется, что решение очень простое, оно лежит в WebRTC, но на самом деле нет. И это тема РТП, если кто-то реально работал с этими пакетами, то есть очень глубоко в теме, это чтобы вы мне не задавали вопрос. Про... Я работал в компании, которая занималась весьма необычным геймингом. Это гейминг удаленный... Все мы были в лунопарках, да, и там есть как бы боксы с клешнями. И из этих боксов мы достаем через эти клешни нам игрушки, да. И компания, в принципе, работала точно так же, как и этот бокс, только удаленно. То есть было приложение, и у пользователя был доступ к этой машине на некоторое время, чтобы он достал себе игрушку, ну, а потом игрушка ему отправляется по почте, да. То есть это уже вопрос логистики. В целом, приложение выстрелило, все хорошо. Приложение работало на iOS и на Android. И ребята решили сделать все то же самое, только на вебке, да. То есть, потому что приложение весьма легкое, разрабатывать там особо несложно, да. Там 2-3 кломки было плюс меню. И в целом все. И с этого момента мы сейчас начнем наш доклад. То есть мы представили, да, что у нас есть около 100 машин. На каждую машину по 2 камеры. Это 200 камер. И мы, собственно, уже имеем архитектуру с камерами. Но нам все, что осталось, эти камеры подключить к онлайн-странице. Что ж, начнем сначала с обзора. Мы поговорим о том, как, собственно, проходит этот стрим. И давайте придумаем название к этим картинкам, да. Сначала у нас идет захват кадра. Потом идет транспортировка. И потом идет отображение этой картинки. За каждым из этих этапов кроется решение DevOps'а. За исключением транспортировки на дисплей пользователя. Немножко слов о транспортировке. Мы в этом случае всегда должны использовать RTSP. То есть это старый протокол, который уже является стандартом. Он базируется на HTTP. И этот протокол рассчитан исключительно на то, чтобы транспортировать пакеты в реальном времени. Real-time streaming протокол. То есть это его расшифровка. Как он работает? В принципе, ничего нового вы здесь не увидите на этой картинке. У нас есть какой-то сервер, который стучится по IP-шнику к роутеру. Ну, а роутер уже связывает камеру и ответ. И, собственно, у нас пришла команда. И по этой команде мы отправляем на сервер, собственно, видео. То есть это та архитектура, которая уже была реализована до того, как пришлось выполнять задачу по транспортировке уже этого видео в веб. Как работает RTSP протокол? В принципе, тоже ничего нового. Вы видите, что это точно так же, как и HTTP. Такой же запрос, да? Только вместо HTTP у нас RTSP. Те же самые ответы. 200, 300, 400, 500. Все то же самое. Единственное, что другие названия методов. Да, то есть вместо GET у нас PLAY, PAUSE, SETUP и так далее. Что ж, теперь поговорим о том, как, собственно, этот RTSP работает с разными рода девайсами. Одна важная деталь, которую мы должны сейчас еще раз усвоить, да? RTSP – это точно так же, как и HTTP. Это всего лишь транспорт, да? То, что мы сделали HTTP запрос, не факт, что у нас уже HTML страницы появятся, да? Или что-нибудь еще. То есть мы с этим ответом должны что-то сделать. И давайте посмотрим, что мы обычно делаем с этим протоколом на разных платформах. На Android у нас все замечательно. Если вы Android-разработчик, то есть тут все очень легко. Это родная поддержка у него есть. На iOS эта проблема решается не нативной поддержкой, да? Но все же есть готовые библиотеки, и они, в принципе, просто ставятся, и там тоже проблем нет. Если мы просто пользователь какого-то PC-решения, у нас есть VLC на каждой из этих платформ. Также, если мы как разработчик под эти нативные, ну, под PC-решения хотим что-то сделать, да? Дотнет или Linux Adro, у нас есть тот же самый FMP, который, в принципе, работает на всех клиентах, серверах и так далее. Ну, и в браузере RTSP у нас просто не поддерживается. То есть, когнитивно, я, если честно, сам до сих пор не знаю почему. Хотя они имеют такие же свойства, как и HTTP. И что же делать разработчику, который получил этот RTSP-поток, и у него уже вроде и сверстанная страница, и дизайн, и дедлайны, и, в общем, все хорошо. Какие перед ним стоят варианты? Ну, первое, это, конечно же, Flash, да? То есть, если у вас внезапно, возможно, у вас какое-то корпоративное решение, которое до сих пор использует Flash, тут, в принципе, проблем нет. У него есть встроенная поддержка, и, в принципе, там вопрос закрыт. Веб-РТС решение, в принципе, тоже подходит. За одним маленьким исключением, веб-РТС предназначен не для этого. Ну, мы об этом чуть позже поговорим, но в целом, да, он подходит. Вовза, ну, тоже, в принципе, подходит быстрое решение. Все у вас, вы отправляете RTSP на Вовзу, то есть, это такой сервис, которых на самом деле много. Мы об этом чуть позже поговорим. Но в целом, да, вы просто отправляете RTSP поток на Вовзу, вам обратно возвращается стрим в виде веб-стокета, и вы, собственно, получаете удовольствие. Но давайте поговорим о минусах. Flash не поддерживается. Веб-РТС это не его предназначение, стрим. Он используется для P2P-коннекшена. И когда у вас один, кто-то один транслирует, а другие принимают трансляцию, например, у вас там 10 человек, да, смотрят, как кто-то играет, 10 это уже много на самом деле. Ваш, если мы умножаем на то, что у нас несколько машин, да, там, около 100, 200, да, ваш сервер может уйти в штопор, грубо говоря, потому что P2P-коннекшен имеет кучу метод данных, которые будут лишними, вы их не выключите, и ваш сервер будет максимально нахожен. То есть веб-РТС это только для равноценного подключения, да, то есть у него даже логотип Viti как сообщение, то есть когда два равноправных пользователя общаются между собой, то есть а не когда один к многим. И вовзе это цена. Цена за одну камеру вовзе может достигать 100 долларов в разных случаях, то есть если вы хотите быстро масштабировать какое-то решение, оно вам максимально не подходит. То есть, ну, одну камеру для Proof of Concept, может, и подойдет, но не более. Есть альтернатива. Это проксируемый декодинг. То есть вы сами пишите об рабочих РТСП по коду потока у себя на сервере. Занятие весьма интересное, мы о нем сейчас поговорим. Из плюсов все характеристики, выше предназначенные, зависят от девелопера. Из минусов все характеристики зависят от девелопера. Собственно, поговорим теперь об архитектуре. Как, собственно, это делать. Сейчас это будет самый сложный слайд в этой презентации. Также он является и самым красивым. Собственно, как происходит РТСП-стриминг? Эта архитектура, ее можно нагуглить, она несложная. И, как правило, люди приходят именно к этой архитектуре. Давайте на нее посмотрим. Chrome отдает команду какому-то менеджеру, какому-то серверу, микросерверу. Ну, а дальше та схемка, которую мы на нее смотрели в начале. Как работает РТСП потом. За исключением вот этой картинки FFMPEG. Собственно, на камере стоит какой-то либо Raspberry Pi, либо есть камера уже встроенным FFMPEG. То есть там какая-то маленькая железячка, на которой установлен FFMPEG на Linux.idre. И вместо РТСП-потока, вместо РТСП-стрима FFMPEG вам отдает уже стрим непосредственно, предназначенный для кодирования. Это все хорошо, но у вас количество камер, количество серверов умножается на количество камер. Это очень сложно весьма логировать, дебажить, и это решение не самое лучшее, если мы говорим о масштабируемости. Потому что дополнительный сервер – это всегда неправильно в архитектуре, если мы говорим об однотипных серверах. Поэтому FFMPEG мы зачеркиваем. И здесь мы создаем дополнительный сервер, но уже централизированный, который принимает РТСП-поток и за счет докера его масштабирует. То есть на каждую камеру у нас уже не отдельный сервер, а просто докер-контейнер на том или ином сервере. Собственно, это решение намного дешевле, и оно легче в обслуживании, потому что у вас, по сути, один сервер. Возникает вопрос, что делать с HTTPS, потому что у нас в Chrome, ну, как предполагается, если мы серьезная компания, да, мы должны использовать HTTPS. Для этого, в принципе, лучше всего использовать Load Balancer, он недорого обходится в этом плане. И у нас появляется, в принципе, очень простой в настройке HTTPS connection потока. То есть мы потом в стриме получаем не VS, а VSS, да. Поговорим немножко о Restream сервере, да, о котором заменяют у нас, о котором мы только что говорили, да, который является прослойкой между RTSP и MPEG-потоком. Там, как правило, стоит Nginx, который принимает URUL и редиректит ее на нужный контейнер, конфиг этого Nginx. На каждом Docker контейнере установлена вот эта библиотека, которая написана хорошим человеком, то есть мы, о которой мы поговорим чуть позже, но в целом она, собственно, обеспечивает connection между RTSP и MPEG-программой, да. То есть она, в принципе, на сервере все очень просто становится, да, мы ее инклюдим, мы принимаем какой-то RTSP поток, а взамен мы потом будем получать по этому же URUL, куда пришло, ну, тот же VS поток. То есть мы отправили RTSP, получили VS connection, то есть на этом микросервере. Так, хорошо. Окей, у нас есть сейчас уже, ну, представим, да, мы реализовали эту архитектуру, у нас, в принципе, уже сейчас есть не RTSP поток, а уже перекодированный VS connection. Ну, становится вопрос, а что с ним дальше делать, потому что, ну, окей, у нас есть VS поток, но его уж надо как-то отобразить, то есть давайте поговорим о доступных решениях. Это HLS, у него самое, наверное, из всех предложенных здесь решения будет самое лучшее, лучшее качество видео, и она самая популярная, да, давайте перейдем на ее Гиткарп, посмотрим, что у нее действительно очень много звезд, то есть ее используют все популярные каналы, непопулярные тоже. Ну, у нее есть минусы, это 15 секунд задержки, и это минимум, то есть есть еще больше, то есть она действует по какому принципу эта библиотека, почему такая большая задержка? Она действует по принципу, что этот RTSP поток, она просто склеивает, она создает в реальном времени плейлист и склеивает, так, а тут убрали уже, да? А, не убрали. Она создает плейлист и в реальном времени склеивает ваш поток видеофрагмента, это все забирает действительно много времени. С одной стороны, это хорошо, когда вам нужно качество видео, потому что пакеты, вне зависимости от колебаний интернета, да, потому что интернет, он колебается так или иначе, плюс-минус его соединения, вне зависимости от колебаний скорости, ваш пакет все равно дойдет, склеится в видео и качество будет максимально высоким. Плейлист при этом все забережет и отобразит все фрагменты в реальном времени, ну, относительно в реальном времени, да, то есть будет сохранена очередь потока. Но, так как мы в геймдеве, да, нам нужна минимальная задержка, да, потому что если человек нажмет на кнопку, а у него через 15 секунд только что-то произойдет, он, наверное, начнет подозревать, что что-то тут неладное. Есть другое решение, это MSE-API, это решение, которое, как я понимаю, направленное на то, чтобы все-таки решить вопрос со стримингом. Это решение со стороны WCM в B3C, то есть оно встроено уже в браузере, оно быстрее, да, можем перейти на него, посмотреть. В принципе, у нас мы работаем через тех-видео и все окей, единственное, что оно до сих пор не всеми браузерами поддерживается, то есть весьма, весьма еще свежее решение. Это во-первых. А во-вторых, там до сих пор есть задержка, а именно 4 секунды. То есть тоже, если мы говорим о каком-то массовом решении, он не подходит, и 4 секунды это тоже много. И мы поговорим сейчас о решении, которое все-таки является оптимальным в нашем случае. Это JSMP. Это библиотека, которая написана еще в 2015 году, но не теряет своей актуальности. Она направлена на то, чтобы делать те же самые премии, что и делает HLS, то есть он склеивает. Ну, только она склеивает в прямом времени. Мы чуть позже поговорим, как она это делает. Но в целом она максимально подходит для этих решений. За счет чего она это делает, это написано внизу, она иногда скипает несформированные пакеты. То есть при дестабилизации интернета видео получается не совсем плавным, но, как правило, это практически незаметно. Да, оно чуть-чуть дергается, но не более того. То есть вот как мы даже в скайпе иногда говорим, у нас все равно иногда подергивается видео. В HLS так дергаться не будет, потому что там большой зазор между приемом и отображением видео. В JSON-пеге эти зазоры есть, но в целом этот же минус можно отнести и в плюс, если мы говорим о реал-тайм стриминге в браузерах. Так, сейчас у нас будет демонстрация, и после этого в целом все. Мы будем задавать и отвечать на вопросы. Так, хорошо. Тут мы напишем WPM Start. Это небольшой проект, в котором, в принципе, и использована библиотека. И перейдем мы на страницу демонстрации. Да, вот она. Так, окей. Перед докладом я попробовал этот ресурс, он не работал. Давайте мы еще раз посмотрим. Скорее всего, он и дальше не работает, но, как правило, на нем все... Да, он не работает. Но у нас есть немножко альтернатив для того, чтобы показать... Так, сейчас... Да, но здесь он, этот ресурс просто показывает горы, нет динамики, но в целом у нас есть еще один ресурс, в котором есть динамика, и я уже на нем остановлюсь. То есть, видно, что это реалтайм, да, у нас сейчас 16.57, все идет, в принципе, прям в реальном времени, сейчас вот будешь решить, 58, да, у всех у нас. То есть, оно, в принципе, задержка там секунда в секунду, задержки практически нет. Поэтому для более, скажем так, для большей динамики и вообще при разработке обычно используется ресурс, который предоставляет ВОВЗа. Это пресроловутый кролик баннерный, то есть это короткометражка, в которой все тестируют, собственно, все тестируют разработку реалтайм, работы с РТСП потоками. То есть, не только если вы на ВОВЗе. Так, у меня, в принципе, все. Обычно, если мы на live, ну, в оффлайн-встрече, я спрашиваю первый вопрос сам. И обычно у меня первый вопрос, как вы думаете, какой это HTML-тег? Вот здесь, да, то есть, у нас есть HTML-поток, какой это у нас поток? Это у нас Canvas. То есть, да, у нас клейка пакетов происходит в Canvas. Так, собственно, у меня, в принципе, все. Я могу выключить презентацию. Ребята, здесь задавайте вопросы. Я могу включить презентацию. Ждем вопросов. Да, спасибо за доклад. Спасибо, интересная тема, интересный опыт. Вопрос, ну, то есть, я так понимаю, что доставка, если в WebRTC, то это peer-to-peer. То есть, мы от одной машины к другой передаем. То есть, если в моем, не знаю, в моей сети много людей смотрят это видео, то, по идее, оно должно у меня быстрее работать. Я прав или у меня какие-то устаревшие представления? Но WebRTC – это браузерное решение. Ну, оно, как бы, предназначено на то, чтобы мы использовали его между браузерами для peer-to-peer. И нагрузка в любом случае будет большая, если мы будем его использовать для стриминга. То есть, даже если в домашней сети у нас будет передаваться достаточно большое количество мета-данок в самом стриминге. Поэтому его желательно использовать именно для общения, а не для трансляции. Ну, то я имел в виду в том, есть ли увеличение скорости, если я, допустим, если мое видео смотрит больше, чем один человек. Ну, то есть, peer-to-peer, вот как торренты. То есть, у нас есть какая-то торрент-сеть, и, соответственно, чем больше людей там качает определенный, ну, какой-нибудь файл, тем быстрее у меня скорость. То есть, ко мне прилетают куски там файла, и я их тут же отдаю. Здесь такого эффекта нет? Нет, ну, это такое же в реал-тайме, да, если ты являешься источником потока, и на тебя накидывается, скажем так, куча людей, и, ну, понятное дело, у тебя сеть ограничена будет. И все это обрабатывать на одном подключении, это будет, ну, затруднительно. Peer-to-peer, если с торрентом сравнивать, ну, да, это можно, в принципе, так сравнить, но мы говорим, когда идет торрент, скачивает по очереди файлы все. То есть, когда ты скачиваешь торрентом, ты можешь заметить, что ты не можешь скачать вот прям с первой секунды до последней, не идешь же скачивания, идет скачивание разными фрагментами. Ты его, ты получаешь целостный файл только после 100% загрузки. Кстати, поэтому, ну, это одно из решений, которое позволило снизить скорость, ну, снизить нагрузку peer-to-peer при работе с торрентом. Мы сейчас говорим, когда куча людей хотят взять один твой фрейм, а у тебя, ну, у тебя ограниченная скорость интернета. И ты не можешь его вот так вот взять, выставить и отдать. При этом WebRTC не только забирает, оно тебе еще пытается вернуть, тебе же на сервер, и ты как бы не можешь этот протокол игнорировать, свои методанные о себе. То есть, и у тебя дополнительно приходит еще запрос, и ты получаешь, собственно, дополнительную опуску на сервер. Окей. Прилетело несколько вопросов. Читаю то, что есть у нас в секции вопросов. Если кто-то еще, у кого-то есть еще вопросы, посмотрите на такую вкладочку questions. Пишите, я еще прочитаю. Дуже специфичная тема, цікаво. А как ты подходил до выбора технологий? Перебором. Не, ну, если честно, мы... Тут предыдущий докладчик, Владислав, он говорил, что не используйте хайп. Я абсолютно с ним согласен в этом плане. Реально повелись на хайп, что просто не нужно, вообще все проблемы решены. То есть, только когда мы пришли к моменту, что у нас веб-ртси, он реально нагружает сервер, и это все менеджерить весьма сложно. Когда мы пришли к моменту, что нам не подходит вовза, это дорого, мы просто начали смотреть, как, собственно, это вовза и работает. Ну, и в целом, ну, в принципе, если покуклить, да, вы просто возьмете и смотрите, на каких платформах это реализовано, да, и просто реализовываете у себя. То есть, если в браузере нельзя, окей, где это можно? Можно в андроиде, отлично. Что он делает? У него на TI, у IOS, у него в компаках отличный. В компаках есть на другие сервера? Все, супер, работаем с серверами. Как это масштабировать? На каждую камеру? Нет, это дорого. Через докер и контейнер, да, это дешево, отлично. Все на докер и контейнер работаем. Собственно, это был и, ну, весь алгоритм принятия решения. Да, мы, собственно, не должны ничего нового придумать. Велосипед не надо придумать при построении архитектуры. Надо посмотреть, где это реализовано еще. То есть, ну, если это вообще-то нигде не было реализовано, я думаю, там занимались, ну, абсолютно другими новостями были подключены. Следующий вопрос. Тут у нас прилетело еще несколько вопросов. Спасибо. А как вы согласовывали задержки в видео с управлением манипулятором? Смотрите, собственно, нет задержки. Это два разных сервера. Ну, заметно из доклада, тут сама проблема была именно в видео, да. То, что к нам моментально пришел HTTP-запрос сделать там на 7 сантиметров, на 8 вправо, да, именно манипулятор. То есть, это работало, на каждый манипулятор была отдельная машина, отдельный коннекшн, то есть, не связан вообще с видео, то есть, это была абсолютно другая архитектура, и с манипулятором работала одна архитектура, а видео работало отдельно, и она просто показывала камеру и все, что с ней связано. Хорошо. Если что, задержка была, и сейчас есть, 0,4 секунды. Это максимально. Но да, работало и быстрее. Следующий вопрос. Для чего понадобилась самописная библиотека для перевода в Vs, websocket? Ведь в последующих слайдах описывались библиотеки для работы с RSTP, HLS, JS напрямую. Я понял вопрос. Нет, на самом деле у нас тут две библиотеки. И первая библиотека – это которая работала непосредственно на сервере. Последующий слайд, он описывал работу на браузере. То есть, для преобразования RTSP в поток у нас библиотека, которая устанавливается на сервере. Которая, собственно, служит прослойкой между RTSP и FMP. Последующие библиотеки – это лишь пространство вариантов. Мало ли, может, вам для вашей темы не так сильно нужна будет такая минимальная задержка. И вы сами, собственно, выбираете, что делать с этим потоком. То есть, в принципе, первая библиотека была серверная, а вторая была браузерная. То есть, на серверных, и вы, если погуглите, то там, на самом деле, так много выбора. На той библиотеке, которая была написана, ну, и там было весьма нестандартное решение преобразования потокового видео FMP в пакетную передачу на сокет. Это было сделано для стабилизации видео через сервер. Ну, в принципе, архитектура – это и есть свой стриминговый проект, который, собственно, и у нас на нашей стороне был. И, в принципе, тут нет rocket science, то есть эти проблемы так или иначе не решаются. Большие корпорации используют Vovzu. Я бы порекомендовал сначала, да, использовать платное решение, потому что если вы один или два, то есть как вообще разработка или, да, сначала сделать proof of concept на какой-то одной камере через Vovzu. Ну, да, заплатить там 100 долларов, ну, там минимально можно 40 долларов заплатить за одну камеру, и это, в принципе, недорого, и за этот месяц что-то наваяет на фронтенде. А потом уже, собственно, когда мы получили даже платный и немасштабируемый проект, его, собственно, начать масштабировать. Не очень понимал на начале, когда рассказал про архитектуру. Почему необходимо было скейлить сервер в зависимости от количества камер? Я так понимаю, зачем нужно было... А можно еще раз вопрос? Чему необходимо было скейлить сервер в зависимости от количества камер? А, скейлить. Ну, смотрите, у вас на одном из серверов, например, на одной из камер, что-то пошло не так. Ну, неважно. Вам для как... Либо отдельный этот сервер, который преобразует это в компек, либо еще отдельно устанавливать REST сервер, чтобы там почитать логи, разобраться, да, там, что-либо еще. Либо приходить самую, руками, собственно, смотреть, что с конкретным сервером на одном из ста произошло, да. Либо это перевести, использовать контейнеризацию, которая является весьма базовым решением, то есть, которая, в принципе, использует, ну, все это массовые решения. И, конечно, лучше использовать такие, ну, скейлить это все через докер, потому что он, в принципе, для этого и приспособлен. Это во-первых. А во-вторых, это цена. Ну, когда вам дополнительно еще нужно Raspberry Pi на каждую камеру, которая стоит, ну, хорошо, самая дешевая, там, около 40 долларов, докер-контейнер будет намного дешевле бесплатно. Так, следующий вопрос. Ярослав, подскажите, слышали ли вы что-то о протоколе NDI от NewTek? Нет. И последний вопрос. Чи є якісь инструменты, механики, які можуть зменьшувати якість відео в залежности від з'єднання, від якості з'єднання? Это смотря где. Если мы говорим об RTSP, в самом потоке, то, в принципе, можно не уменьшать, он любой пакет передаст. Ну, как вам нужно, потому что, в принципе, для этого и используется. Он будет еще декодированный. Если мы говорим про декодирование этого пакета, да, мы можем на сервере просто запросить, ну, установить в конфигах FAMPEC его битрейт. его битрейт и его, собственно, разрешение. Мы можем это сделать просто через сервер. На сервере декодирования. То есть мы должны понимать, это, ну, постоянное решение или не постоянное. Если постоянно, конечно, нужно дописать редельную архитектуру, которая будет просчитывать скорость потока. А если это постоянное решение, ну, мы подбираем. Ну, собственно, я этим в свое время тоже занимался. Я подбирал битрейт в настройках FAMPEC и качество видео. Если интересно, можно расширить видео на секунду? Сейчас видно мой экран. Пока нет, сейчас я тебе... Вот сейчас должно быть, ну, можешь посмотреть. Видно. Есть, да? Так, хорошо. Так, сейчас, секунду, секунду. Вот, вот здесь это делается. Это D-версия библиотеки, но в целом там такая же строчка есть и у нас. И, собственно, здесь вот это битрейт. Нет, 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 это его ширина, то есть там именно ширина фрейма указывается. То есть, и битрейт, он здесь указывается, в принципе, отдельно. Ну, я для себя понял, что я поставил все плагины минимум. То есть, я не проводил буферизацию, я разрешил минимальную задержку, то есть скипать пакеты. Все на ноль скинул. И, в принципе, ну, чем я занимался, да, это оптимальные копии, как по мне, для работы именно с моментальной задержкой. То есть, тут, в принципе, небольшая... Ну, небольшой поток видео будет. Что длина видео будет зависеть от настроек ваших камер, там, 640, 480, там, 4К и так далее. А битрейт настраивается здесь. То есть, и тут можно его понизить, повысить в зависимости от ваших пожеланий. В принципе, все. Да, спасибо. Тут еще есть один вопрос, но, наверное, он ко мне. Будет ли запись трансляции? Давайте посмотрим, если оно вообще у нас получилось. Если у нас все будет хорошо, то мы постараемся пошарить на вас запись видео, если оно получилось. В свою очередь, хочу сказать всем спасибо. Всем, кто присоединился, кто задавал вопросы, кто слушал. Да, пишите нам фидбэки, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Вам придется на почту форма с вопросами и ответами. Заполните. И если у вас есть какие-то предложения, или вы хотите выступить в рамках нашего комьюнити, пишите мне, пишите в форме. Или вы знаете кого-то, кого бы вы хотели услышать в нашем комьюнити, предлагайте. Мы постараемся сделать интересно и полезно для всех. Спасибо, хорошего вечера, не болейте. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok